Здравствуйте, меня зовут Самой Ленка Наталья и вы снова на канале Европлан Лайф. Помните, мы с вами были в гостях у семьи Высоконовых. И там, помимо большого разнообразия карликовых хвойных, было одно растение, которое привлекло внимание зрителей. Пистролистная форма черной березы. Не знаю, насколько камера хорошо передает и можно ли с такого расстояния увидеть, но я нахожусь перед своей самой любимой березой. Это бетулонигра, береза черная. И, если честно, я никогда не думала, что у нее есть варегатные сорта. Оказывается, есть. Мы постараемся в одной из ближайших передач сделать отдельный цикл именно о березах. Вы не представляете, какая у нее красивая, необычная кора. А плюс еще варегатность. Я думаю, что это растение достойно занять почетное место в вашем саду. Вот в сегодняшний выпуск я хотела бы посвятить этому растению. Не только этому сорту, а виду целиком. Как большинство растений, украшающих нас сад, черная береза родом Северной Америки. Там ее можно встретить на заливных равнинах и болотах. Причем, в основном, она предпочитает Южные Штаты. В литературе можно встретить упоминание, что это самый теплолюбивый вид. Действительно, большинство представителей берез жаркому климату предпочитают что-нибудь похолоднее. И, в отличие от черной, избегают болот. Однако мои наблюдения за этой культурой в Ленинградской области говорят, что наша погода ее не пугает. Березы прекрасно переносят все выкрутасы питерской погоды. Я не замечала, чтобы она страдала от весенних возвратных заморозков. Боялась ветра или ей не нравилась наша зима. За последние 10-12 лет эта культура вела себя более чем сносно. Наоборот, у нас с вами не так много деревьев, которые терпимо относятся к подтоплению. Наша с вами привычная плакучая или бородавчатая береза, к примеру, совсем этого не переносит. Это, конечно, не значит, что черную березу нужно высаживать в болото или в воду. Все-таки мы с вами имеем дело не с водными, а с сухопутным растениям. Но если у вас весной после таяния снега долгое время сырый участок, то не так много растений, которые будут чувствовать себя комфортно. А вот черные – вполне. Плюс кислые почвы ей тоже подходят. А это на самом деле для многих является существенным плюсом. Но есть одна вещь, с которой черная береза смириться не сможет. Это освещение. Ни о какой полутени или тени речи быть не может. Ей нужно солнце. По агротехнике, наверное, все. Влажные почвы или регулярный полив, открытое солнце. И это растение будет радовать вас долгие годы. А теперь давайте поговорим о декоративных качествах черной березы. И немного о сорте, который так понравился нашим зрителям. Этот вид несколько отличается от привычной для нас белоствольной березы. Кора у нее отнюдь не белая. В молодом возрасте розовая, иногда красновато-коричневая. Но с возрастом именно кора привлекает наше к ней внимание. Она закручивается и отслаивается. Береза стоит словно в каракулевой шубе. Зрелище просто волшебное. Особенно эти березы хорошо смотрятся в группе. А теперь о варигатной форме, которая так понравилась вам. Этот сорт известен под названием Шайлэш-сплэш. Он относительно молодой. Был впервые найден в питомнике в Северной Каролине в 1999 году. Сорт имеет пирамидальную крону. И можно сказать, что это растение будет украшать ваш участок круглый год. Летом придавая легкость за счет пестролистных листьев, осенью своей ярко-желтой окраской. Зимой привлекая внимание необычной закрученной корой. А весной? Весной будет казаться, что дерево все словно в розовой дымке. Так как белая часть молодых листьев будет с легким розовым оттенком. Прогнозы по зимостойкости делать не буду. Так как все-таки варигатные формы намного менее зимостойкие, чем основной вид или другие сорта с нормальными зелеными листьями. Думаю, что в суровые бесснежные зимы эта береза будет подмерзать. И не уверена, что в Московской или Ленинградской области это растение сможет достигнуть заявленных 10 метров. Скорее всего, оно примет приземистую низкорослую форму с широкой кроной. Но это моя версия. Будем ждать вестей от Александра о том, как развивается это растение. Редактор субтитров А.Семкин